в этом видео сразу два плагина в dv page builders галерея изображений и видео слайдер галерея изображений может открываться вот так lightbox имеет стрелочки навигацию видео слайдер видео можно загружать как на сайт wordpress так и транслировать видео с ютюба видео проигрывается делается на весь экран и вот такими миниатюрами снизу также показывается меня зовут федор васильев и подробности в этом видео итак я сразу же перехожу в админку своего сайта захожу в страницу и добавляю новый плагин если для вас этот урок 1 и вы не разбираетесь в конструкторе dv page builder начните смотреть эти уроки с первого урока моего видеокурса а я двигаюсь дальше давай сначала рассмотрим фото галерею находим ее здесь она так и называется галерея выбираем как только мы ее выбираем у вас сразу будет показ изображений те которые находятся уже то что находится в медиафайлах естественно мы не хотим все отображать а только те картинки которые нам нужны в данной галерее для этого здесь вот слева мы нажимаем по плюсику загружаем с компьютера необходимое изображение я выбираю с компьютер несколько открыть или загрузка все изображения загрузились они сразу помечается такой галочкой можете их отметить дополнительные изображения если хотите и нажимаем выбрать теперь будут показываться только те изображения которые мы выбрали и по плюсику им при необходимости можно добавить сюда еще изображений заказ изображения то есть каком порядке по умолчанию случайно отображать количество изображений смотрите у нас больше 4 здесь показано 4 тогда у нас появляется видите постраничная навигация давайте на этом уровне я сохранюсь и посмотрим то что у нас происходит прямо на страничке обновлюсь вот наша галерея по плюсику так у нас все работает есть постраничная навигация стрелочки циферки до вперед-назад это все дело у нас имеет адаптивный дизайн то есть все хорошо смотрится на мобильных устройствах вы это видите дальше захожу в настройки вновь например мы хотим отображать больше изображений тогда они больше здесь помещаются если у нас здесь больше не загружена тогда постраничной навигации прячется если же я оставляю 4 при этом я могу внизу по страничную навигацию также спрятать ниже элементы показать номера страниц вот так выбираем и тогда будет четыре изображений но навигации не будет внизу у нас такие есть название хотите ли вы ваще их отображать это название изображений если нет можно просто скрыть но тогда название изображений все равно появляется в 10 во всплывающем окне и при клике вот здесь вот под картинкой название изображения тоже есть так оставлять нельзя нужно это править для этого вам нужно будет перейти в консоль сохранится и ко всем изображением которые вы используете прописать свое название перейти в медиафайлы кликнуть по изображению и вот у вас заголовок я просто напишу дыма это уже сохранилось все закрываю просто вам показать возвращаясь странице посмотрим сразу на странице обновлюсь внизу я скрыл название но при наведении видите дыма вылазит и здесь тоже под картинкой дыма соответственно в настройке если вернемся если вы хотите показывать заголовки то здесь тоже дыма под картинкой будет на ваше усмотрение дальше ссылка на модуль то есть часть модуля будет являться ссылкой можете сами попробовать посмотреть закрасить фон каким-то цветом и дальше уже по дизайну я особо останавливаться здесь не буду здесь все можно настроить все цвета отображение и так далее думаю с галереи мы с вами разобрались я ее здесь удаляю и давайте рассмотрим в этом же видео интересный плагин видео слайдер называется он слайдер с видео выбираем у нас по умолчанию загружается ролик авторов вы можете либо вот такого удалить либо отредактировать или сразу тут добавить новое видео здесь кликаю по корзинке удалив дефолтное видео и по плюсу здесь можно прямо загрузить с компьютером на сайт в mp4 видеофайл или вставить сайта если url тогда идем в youtube берем ссылку какого-то ролика и проставляем здесь и таким образом вы можете сколько угодно видеофайлов здесь вставить здесь нажму галочку и просто продублирую несколько что просто вам показать что внизу у нас появляются такие миниатюры естественно это один тот же ролик вы конечно отредактируйте поставить любой свой и это все естественно имеет адаптивный дизайн то есть на мобильных устройствах все будет смотреться хорошо то есть внизу будет вот такие стрелочки если места не хватает будет смотреться достаточно неплохо стрелки имеются и здесь то есть вот так вот можно переключать видео просто мне одно и то же видео загружено поэтому не видно что я перехожу к следующему видео и по play можно воспроизводить данное видео по настройкам здесь элементы показать стрелки да нет то есть стрелочки у нас здесь белый по бокам отключаются если это необходимо элементы управления либо миниатюру либо навигационной точки но я точки здесь не увидел пробовал включить показать изображение поверх видео обратите внимание когда переключаем play значок play youtube прячется и появляется такая картинка на самом деле когда вы загружаете видеоролики в youtube надо не загрузить значки так называемые значки к роликам тогда у вас будет показываться миниатюра ну я использую такой вид обычный здесь дальше думаю все понятно по дизайну можно настроить здесь много чего можете перейти посмотреть здесь тоже также подробно останавливаться не буду исходя из того что это уже 20 урок по деви page builder я думаю вы здесь уже разберетесь в этом видео ценность хотелось донести то что есть такие плагины чтобы вы не знали то что они имеют отлично адаптивный дизайн вот так вот легко настраиваются это можно использовать на любой странице если вас деви page builder заинтересовал приобрести вы его можете по ссылке в описании к этому видео покупай деви таким образом вы поддерживаете меня на этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео и вот и и и и и и и и и